Нил Дональд Уолш. Американский нью-эйджовский писатель, автор книг-бестселлеров «Беседы с Богом», «Дружба с Богом», «Единение с Богом» и других работ. В возрасте 49 лет Уолш проживал очень тяжелый период в жизни. Его карьера и семейные отношения развалились. Его здоровье, подорванное после автомобильной катастрофы, постоянно ухудшалось. Ему приходилось жить в фургоне и собирать алюминиевые банки, чтобы хоть как-то выжить. В порыве отчаяния он написал злое письмо Богу. К его удивлению, он начал получать ответы. Озарения, содержащиеся в них, оказались настолько глубокими, что Уолш записал их в свою тетрадь и опубликовал под заголовком «Беседы с Богом». Необычный диалог. Эта книга стала международным бестселлером. Она оставалась в списке бестселлеров «The New York Times» в течение 135 недель. Следующие шесть книг писателя также стали бестселлерами. Уолш уверен, что существуют невидимые нити, связывающие нас с Богом. Об этой необходимой связи он и рассказывает в своих книгах. «Однажды была душа, которая знала, что она есть свет. Это была новая душа. И ей очень хотелось опыта. Я есмь свет», — говорила она. «Однако все знания об этом и все слова, сказанные об этом, не могли заменить опыта. В тех сферах, откуда пришла эта душа, не было ничего, кроме света. Каждая душа там была великой. Каждая душа была великолепной. Каждая душа сияла всем блеском моего потрясающего света. Таким образом, эта маленькая душа была подобна пламени свечи на фоне солнца. Находясь посреди величайшего света, частью которого она была, она не могла видеть себя. Равно как и ощущать себя, как то, кем и чем она является в действительности. Случилось так, что эта душа не переставала жаждать познания самой себя. И настолько велика была эта жажда самопознания, что однажды я сказал. «А знаешь ли ты, малышка, что ты должна сделать, чтобы утолить свою жажду? Что, Боже, что, я сделаю что угодно», — сказала маленькая душа. «Ты должна отделить себя от всех нас?» — ответил я. «И затем ты должна будешь призвать на себя тьму. Что такое тьма, о святейший?» — спросила маленькая душа. «То, что не есть ты», — ответил я, и душа поняла. И тогда душа сделала это. Она отделила себя от всего и отправилась в другой мир. И в этом мире у души была власть призвать в свой опыт всевозможные разновидности тьмы. Что она и сделала. Однако посреди всей этой тьмы, она кричала. «Отец, почему ты оставил меня?» Так же, как это делал ты, в свои самые черные времена. При этом, я никогда не покидал тебя. А напротив, всегда стоял рядом. Готовый напомнить тебе, кто ты есть в действительности. Всегда готовый позвать тебя домой. Поэтому, будь светом в темноте, и не проклинай ее. И не забывай, кто ты есть, когда тебя окружит то, что не есть ты. Но восхваляй мироздание, даже стремясь изменить его. И знай, то, что ты делаешь во времена своих величайших испытаний, может быть твоим величайшим триумфом. Это опыт, который ты создаешь, заявляет о том, кто ты есть, и кем ты желаешь быть. Я рассказал тебе эту историю-притчу о маленькой душе и солнце. Для того, чтобы ты смог лучше понять, почему мир таков, как он есть, и как он может измениться в одно мгновение, когда каждый вспомнит божественную истину о своей высшей реальности. Есть среди вас такие, кто говорит, что жизнь – это школа, и все, что ты наблюдаешь и испытываешь в жизни, во благо твоего обучения. Ты пришел в эту жизнь не для того, чтобы чему-то учиться. Тебе нечему учиться. Ты пришел проявить то, что ты уже знаешь. Проявляя это, ты приведешь свои способности в действие. И создашь себя заново, через свой опыт. Так ты подтвердишь свою жизнь и придашь ей смысл. Так ты привнесешь в нее святость. То есть все плохое, что происходит с нами в жизни, это результат нашего собственного выбора. И даже мировые бедствия и несчастья на каком-то уровне создаются нами самими, чтобы мы могли испытать противоположное тому, кем мы являемся. И если так, то неужели нет менее болезненного пути? Менее болезненного для нас самих и для других. Способа создать возможности познать самих себя. Нет, не все вещи, которые вы называете плохими и которые случаются с вами, результат вашего собственного выбора. По крайней мере, не в смысле осознанного выбора, который ты подразумеваешь. Но все эти вещи, суть то, что вы создали. Ты всегда находишься в процессе созидания. Каждый момент. Каждую минуту. Каждый день. Ты большая творящая машина. И ты порождаешь каждое новое проявление. Буквально с такой же скоростью, с какой ты мыслишь. События, случайности, совпадения, условия, обстоятельства. Все это создается сознанием. Индивидуальное сознание. Достаточно сильная вещь. Теперь можешь себе представить, какая творческая энергия высвобождается, когда двое или более собираются во имя мое. А массовое сознание. Оно настолько сильно, что в состоянии создавать события и обстоятельства мирового значения и планетарных последствий. Было бы некорректно, поскольку вы вкладываете в это, другой смысл. Говорить, что вы выбираете эти последствия. Вы выбираете их не больше, чем я. Так же, как и я. Вы наблюдаете их. И решаете, кто вы есть по отношению к ним. В этом мире нет жертв и нет злодеев. И ты не являешься жертвой выбора других. На каком-то уровне вы все создали то, что сейчас ненавидите. А создав это, вы выбрали это. Это высокий уровень мышления. И такого уровня достигают рано или поздно все мастера. Ибо только если они могут принять ответственность за все, они обретают силу изменить часть. Пока ты придерживаешься мнения, что где-то там, есть кто-то, кто делает все это с тобой, ты лишаешь себя силы что-либо изменить. Только когда ты скажешь, я сделал это, ты найдешь такую силу. Значительно легче изменить то, что делаешь ты, чем то, что делает другой. Первый шаг на пути изменения чего-либо. Знать и принять, что ты сам выбрал это. В таком виде, как оно есть сейчас. Если ты не можешь принять это на личном уровне. Согласись с этим, через понимание того, что мы все одно. И тогда. Старайся изменить что-либо, не потому что это неправильно. А потому что, это более не соответствует, в точности утверждению о том, кто ты есть. Существует только одна причина, делать что-либо. Заявить вселенной о том, кто ты есть. Используемая таким образом жизнь, становится само созидающей. Ты используешь жизнь, чтобы создать себя, как того, кто ты есть. И того, кем ты всегда хотел быть. И есть только одна причина. Отменить какое-либо действие. Если оно более, не является заявлением о том, кем ты хочешь быть. Оно уже не отражает тебя. Оно не представляет тебя. Если ты желаешь быть представленным точно, ты должен работать над тем, чтобы изменить в своей жизни все, что более, не соответствует тому образу тебя, который ты хочешь спроецировать в вечность. В самом широком смысле. Все плохое, что происходит, результат твоего выбора. Ошибка состоит не в том, что ты выбрал. А в том, что ты называешь эти вещи, плохими. Поскольку, называя их плохими, ты называешь плохим, себя. Коль скоро ты создал их. Этот ярлык ты не можешь принять. Поэтому, вместо того, чтобы вешать на себя ярлык, плохой. Ты лучше откажешься от своих собственных творений. Именно эта интеллектуальная и духовная нечестность позволяет тебе принимать мир, в котором условия таковы, как они есть. Если бы тебе пришлось принять личную ответственность за мир. Или если бы ты просто почувствовал ее глубокий внутренний смысл. Мир был бы совершенно другим. И это, безусловно, было бы так, если бы каждый чувствовал себя ответственным. Абсолютная очевидность этого делает положение вещей столь болезненным. Стихийные бедствия и ненастья. Все эти торнадо и ураганы, вулканы и наводнения. Все физические беспорядки не являются непосредственно созданными тобой. Но ты действительно создаешь степень влияния всех этих событий на твою жизнь. Во Вселенной, происходят такие события, сотворение или инициирование которых, тебе не может приписать даже самый необузданный полет воображения. Эти события создаются совокупным сознанием человека. Весь мир производит этот опыт в результате совместного творчества. Но каждый из вас проходит через данный опыт, индивидуально, решая, что он означает, если вообще означает для вас, а также кем и чем вы являетесь, относительно этого опыта. Таким образом, вы создаете коллективно и индивидуально переживаемые вами жизни и время для осуществления цели души, то есть развития. Ты спросил, есть ли менее болезненный путь прохождения через этот процесс? В ответ я скажу, да, но при этом, ничто в твоем внешнем опыте, не изменится. Чтобы уменьшить боль, которую вы ассоциируете с земным опытом и ситуациями, как собственными, так и чужими, нужно изменить свое к ним отношение. Ты не можешь изменить внешние события, поскольку они были созданы многими из вас. А твое сознание недостаточно развито, чтобы в одиночку изменить то, что было создано коллективно. Поэтому ты должен изменить внутренний опыт. Это и есть путь к мастерству жизни. Ничто не является болезненным, само по себе. Боль – результат ложной мысли. Это ошибка в мышлении. Мастер способен убрать самую нестерпимую боль. Таким образом мастер исцеляет. Боль является результатом суждения, которое ты сделал о чем-либо. Убери суждение, и боль исчезнет. Суждение часто основывается на предыдущем опыте. Твое понимание чего-либо происходит от твоей изначальной идеи об этом. Твоя изначальная идея рождается из еще более ранней идеи, а та в свою очередь из еще более ранней. И так далее. Кирпичик за кирпичиком. Пока ты не доберешься до самого начала в зал зеркал, который я называю первой мыслью. Всякая мысль творит. И нет мысли более сильной, чем изначальная. Вот почему это иногда также называется изначальным грехом. Изначальный или первородный грех. Это когда твоя первая мысль о вещи содержит в себе ошибку. Эта ошибка многократно увеличивается, когда у тебя появляются вторая и третья мысли об этой вещи. И задача Святого Духа – вдохновить тебя на новое понимание, которое сможет освободить тебя от ошибок. Имеешь ли ты в виду, что я не должен переживать о голодающих детях в Африке, о насилии и несправедливости в Америке, о землетрясении в Бразилии, которое унесло жизни сотен людей? В мире Бога нет никаких «должен» и «не должен». Делай то, что ты хочешь делать, что отражает тебя, что представляет тебя, как более великий вариант твоего «я». Если ты хочешь чувствовать себя плохо, чувствуй себя плохо. Но не суди и не обвиняй, ибо не знаешь, почему события происходят и к чему ведет. И запомни, то, что ты обвиняешь, обвинит тебя. Тем, что ты осуждаешь, однажды станешь сам. Вместо этого, ищи способ изменить эти вещи. Или поддержать тех, кто изменяет их. Изменяет вещи, которые больше не отражают высший смысл того, кто ты есть. Но благословляй все. Ибо все есть творение Божье. Через жизнь живую. И это творение высшее. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь на канал Вселенная внутри тебя. Познавать себя и меняться никогда не поздно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok